Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Это Айзенман Рейс Машина из Сочи Приехала сюда для тюнинга Подожди, стой, то есть ты на поезде отправил ее? Из Сочи сюда, да Ну типа ты как богатый? Это самый дешевый вариант, чтобы ты понимал 29 тысяч 29, ну? Я с ней месяц, короче, не виделся Серьезно? Зимовка, да, была у нее? Что, куда она сейчас дальше? Левел перформанс, она там ночует Прикинь, она стояла месяц в плюс 15 в Адлере А сегодня будет ночевать в минус 10 в Москве Она бегает сейчас в шоке До сих пор какое-то ощущение Знаешь, я привык что-то там взял у кого-то у друзей поснимать Ну и привык, что у меня тачки приходят и уходят Типа я поснимал и отдал И у меня такой рабочий какой-то выработался инстинкт И у меня ощущение, что мне ее просто дали поснимать И как будто ее скоро отдам Ну я, короче, до сих пор не могу осознать до конца Ты знаешь, когда лежишь, типа, да, вот такой на диване И девушка мимо у тебя проходит И такой, знаешь, другой ракурс абсолютно такой И смотришь, ой, что за тигрит То же самое, знаешь, с другого ракурса Это мой путь, брат, моя игра Она мне принадлежит и таким же, как и я Моя игра, моя игра Она мне принадлежит и таким же, как и я Моя игра, моя игра Здесь правила одни и цель одна Честно, я рад, что у меня есть возможность чтобы она не ездила по этой грязи своим ходом. Там зимняя резина, у нее нет зимней резины. На той М2 была, но я ее купил, она была зимней резиной. Я на той ездил зимой, а эту как-то нет прям такой необходимости. Я рад, что есть возможность во все это дерьмо ее не окунать, короче. И как она обратно поедет? Так же по ходу. Эвакуатор поезд, да, вообще? Может автовоз будет какой-то ехать. Кстати, да, автовоз еще дешевле, чем поезд. Просто автовоз из Сочи сложно найти. А если ты говоришь, то что 130? Это эвакуатор. Типа одноместный, понял? Ну вот как сейчас наслужил. Да, да бред какой-то. Нет, ну если так посчитать, вот представь, у тебя эвакуатор. Тебе нужно доехать из Москвы в Сочи. Это сколько вообще энергозатратности и бензинозатратности. Забрать тачку и вернуться еще обратно. Но это даже, короче, невыгодно. Даже за 100, наверное, ехать. Но мне так кажется. Ну тебе еще нужно там отдохнуть? Ну да, да, где-то жить, кушать и еще что-то заработать. Да, согласен. Вообще кайф свою, ну какой-то может пикап, знаешь, такой какой-то джип, чтобы было куда там колеса складывать. Такое и к нему прицеп. Прицеп, да? Да, на прицеп нужны права. Серьезно? Да. У вас в деревне такого нет, смотри, это вот город большой. Мегаполис. Мегаполис, получается. Столица. А вот там Арбат новый. Слушай, а ты местный, да? Я ориентируюсь. Новый Арбат, а дальше что там? Я, кстати, отсюда смогу до своего дома в Ростове доехать. Тебе знаешь, как ехать, да? Да, я ориентируюсь. Смотри, какая красота. Смотри, у тебя машина путешествует как. Стой, стой, стой. Стой, вот так вот. Ты смотри, какая красота. Вот это да. Кто-то скажет, машина должна ездить, и я соглашусь. Ну ездишь же. Мама Москву приехала, посмотрите, просто ездит. Виталий, ты моему другу привет передал? Да. Смотри, что пишет. Что пишет? Прочитай. Виталику привет огромный. Смотри, мой любимый. Ростов онлайн. Спасибо. Уфа на связи. Вот Саня, кстати, Арсей, смотри. Слава Валерь. Здорово! А, мне подарили мячик на днюху. Это Женя подарил. Вот у них есть, как это, компания, банда. Ну, компания, да. Компания Джонни и Клайд. Вот это вот Джонни и Женя, который снимает, и Артем Клайд. Да, да, да. Который с ним занимается запуском YouTube-каналов. Поэтому, если у вас есть бизнес, и вы хотите... Ничего себе рекламка какая. И вы хотите запустить свой YouTube-канал под ключ Джонни и Клайд. Джонни и Клайд. По промокоду Козлов Мови с скидочкой. В натуре? Ну, договоримся там точно. Вообще с кайфом. Так, пойдем теперь договоримся с охраной, чтобы нас пустили. Привет, я оператор новый. Здорово. Говорю, может переобуем ее и дадим по Москве. Просраться. Прикинь, сколько вообще было уже сделано. Всего эвакуатор, короче. А потом, а вот спускай ее. Спускай переобуваем и дубасить. Она приехала чисто ради установки. Так как сейчас зима и я решил, что можно с ней что-то поделать. И ради этого мы приехали в Москву. И завтра мы поедем забирать. Это кое-что. И я покажу, что это. Это, короче, типа тюнинг. Типа там. Ну, я, короче, об этом все мечтал. Серьезно? У меня в голове была, типа, блин, кайфом 2. Кайф с ней, то бы сделать, то бы сделать. Кайф, чтобы она всегда чистая была. Кайф, чтобы она была боевая. Там резина, там, то-то-то. И вот потихоньку, блин. Блин, такие тени. Хотел красивый кадр сделать. Вы что здесь все встали? Мешаете съемкам? Ну что? Настало время моей любимой интеграции. Благодаря которой мне есть, что возить на поезде. И есть, что тюнить. Вот он. Вот он. Красотка. Карта. С дизайном дрифтовой М2, которую мы разработали. Совместно с Тинькофф Банком. И теперь все вместе, во всю, ей пользуемся. И если вдруг у тебя в кармане еще нет такой карты, тогда это информация для тебя. Дебетовая карта Тинькофф Блэк в моем лимитированном дизайне. До 15% кэшбэка на 4 выбранные категории трат, которые можно выбирать каждый месяц. До 30% кэшбэка при совершении покупок у партнеров, которые обновляются постоянно. Кэшбэк приходит настоящими рублями. Получайте больше дохода от сбережений. До 7% годовых на остаток, которые приходят каждый месяц. Доступны бесплатные переводы с карты на карту и по номеру телефона. Для всех клиентов есть реально крутая служба поддержки в приложении Тинькофф, которая на связи 24 на 7. Так что переходи по ссылке в описании и заказывай карту Тинькофф с моим дизайном. Тинькофф с моим дизайном. Тинькофф с моим дизайном. Крылья морщина Тинькофф с моим дизайном. Наши дизайном. Продолжение следует... Продолжение следует... Мощное прям. Видел? Причем без усов сразу же, как должно быть. Ладно, когда мы снимем видос, типа мы просыпаемся, ну в разных квартирах с тобой. Слава богу. Кадр ключей от BMW, которые мы кладем на полочку и берем от Porsche и выезжаем на двух таких. Надеюсь, скоро. Я тоже надеюсь. Мне кажется, это идеальное продолжение. Нет? Ну, она классная. Мне нравится вот именно голубой цвет, черный. Покажи, Бор, а покажи. А можно, а можно Ford посмотреть тут? Конечно. Офигеть, я такого никогда не видел. Это ж вообще... Егор говорил, что его сам обращает ценность, еще хотел бы за вас в Хонус. А, да, я понял. В натуре этот винтур? Да, 1200. Какая-то инфекция. Пойдем в Хонус. Понятно, серый. Офигеть, это ж просто из детства. Ну как из детства, из компьютерных игр, которые мы в детстве играли. Офигеть. В смысле, она серьезно твин турбовая? Да, 1200 сила. А где у нее турбины? Вон патруль. Офигеть, какая она красивая. Посмотри, диффузор какой-то. Сколько стоит такая вообще? Нет, диффузор мне не нравится. А что с ней будут делать? Слушай, ее, короче, ну это в коллекцию. Она нашла клиента. Ну, то есть, я так понимаю, она не просто по городу будет колесить. С кайфом. Так, получается вот это все рама. Вот это все рама. А это? Ну, я не знаю, кабина, наверное. Ужас. Как на газеле. Как газель, короче. Да, как газель. Я даже не знаю, сколько это, сколько она вообще стоит. Сколько она должна сейчас стоить. Ну, у такой машины вообще, в принципе, нет понятия, как приночная цена. Ну да, походу. Здесь же, ну, какие доработок могут. Плюс эксклюзивность накидывает ценник. О, это, кстати, у нас, у меня в детстве, у родителей был Ford Fusion. И там точно такие же дефлекторы были. Сразу видно Ford. Руль, кстати, маленький. Перфорация серьезная. Сам буфер. В самолете. Сам буфер, да. Причем это фары противотуманки. Аварийка. Да, да, задняя. Да, да, да. О, даже ВИН номер есть. Да? Логично. Можешь по этому ВИНу заказать себе какие-нибудь запчасти. О, так тут роспись чья-то, да, походу? Что-то там, что-то там. Давай тест на BMW-шника. От чего мотор? 5, 4, 3, 2, 1. Нет, у тех, кто смотрит. Ну так это же, напишите в комментариях. Ну вот, если я прямо оттуда покажу, будет понятно. Отсюда вот. Да, и отсюда понятно. Ну ладно. У какого мотора еще такой кулер сверху? Да, у нашего. У нашего. А, ну ты у бывшего. Да. С-55, короче, это. Короче, у нас зима и у нас сервисный контент. У нас не просто сервисный контент, мы пытаемся его как-то все-таки сделать так, чтобы он был поинтереснее. О, жарче, полетнее, более летним. У нас здесь вот такая красота. Пес у них красиво, нет? А? Очень красиво у них. Да, ну давай, может быть, я тебе расскажу. Ну давай, может, ты мне расскажешь. Короче, мы сегодня здесь зачем вообще? Мы ставим выхлоп вот на, как бы, вот на это чудовище, как многие до сих пор считают. Кто-то еще пока не может привыкнуть к этому дизайну. Но прежде чем его ставить, мы хотим замерить машину до установки выхлопа и после установки выхлопа. Точнее, замер у нас будет даже три. Да, потому что у тебя стоит жаба. В общем, сейчас мы замеряем ее полностью в стоке, только на пайпах. Смотрим, что у нас по мощности. Дальше накидываем выхлоп и возвращаемся сюда. Специально продуманный обдув. Табло, которое показывает тебе все показатели двигателя во время замера, там, разгоны и прочее. Обороты, мощность. Все на свете, причем скорость на барабане. Вытяжки все. А мы будем с закрытыми воротами, да, это все? Конечно. Ну а зачем их открывать, у нас же здесь вытяжки. А ты заметил, какое тут шумоподавление вообще в этой комнате? Ореха нет. Да, да, да. Мы с тобой разговариваем, вроде бы, просто обещали. Да, мы зашли, как будто прям, да. То есть тут, походу, будет вообще звук прям чистейший. Ну что, сколько пробег уже? 7-800. Офигеть, у меня 9-300. Брат, ну ты ездишь. Ну да. Там где круглый год лето. Ну да. А я в конце октября встал после нашей поездки и все. А, ну да. Субтитры сделал DimaTorzok Когда температура в помещении упала, она показала на приборке аккуратнее плюс 3 и холодно, типа. Она начала мощность меньше на 10 сил показывать. Серьезно. Странная фигня. Вообще, пара за рта. То есть, получается, холод не дает больше. То есть, нет. Но я думаю, что холод около нулевой, да, не дает больше. Потому что машина, скорее всего, понимает, что на максимальной перфоманке, нулевую температуру, для работы колеса не передал. Интересно, наверное. Это у нас, получается, колесная мощность не с мотора. То есть, получается, что у нас получается. Заявлено 510 моторных. То есть, нам мотор на 510 сил. Но так как тут стоят пайпы, соответственно, идет какой-то прилив мощности. И завод-производитель, как бы, занижает. Не, это по-любому. Вопрос в том, сколько. Жалко, что мы не проверим стоковую прям максимально машину. Ну, да. Интересный очень, видишь, момент получается у нас. При понижении температуры, когда она показывает вот прям на приборке, как BMW это делает, типа, температура холодная плюс 3. Она чуть просела, да. Да, она начинает обрубать мощность. Причем обрубает вон аж. На 480. Ну да, на 25, на 20, на 25 колес. 507 колесных показывает первый замер. Вот она. Настоящая зима. А это спонсор моего передвижения по Москве, кстати, вот. Х5. Вот, это Саня. Москва встречает тебя только хорошим. Он был с нами в Сочи на голубой М2. Но уже продал ее. Да. Ну, а пока у нас зима. Да, Пашок? Да. Ля, у него спарка. Да ты шо. Ой, антишный руль. Какой вот бюджет машины, брат? Вот конкретно вот сколько это стоит с учетом вот машина и весь стюнинг? С мотором, который там лежит? Не, вот давай вот без лишних запчастей. Здесь стоит руль Ориги. Да. Сиденье, ковш Ориги. Скажи просто цену. Полляма идет. Почему Жига? За полляма можно собрать 36-ю BMW. Потому что я не планировал, что она будет стоить полляма. Ладно, заводи. Она же заведется? Нет. Это ситуация, когда ты говорил, что не надо брать Жигу, надо брать BMW, да? Ну да, да. Получается, 500 это только вложение. О, ну хоть завелась. В общем, в Москве очень резко как-то появилась целая Жига-культура из-за того, что здесь есть полноценная зима, в отличие от Юга, от Ростова, от Сочи, от Краснодара. И в целом в Питере, в Москве и во всех более-менее зимних городах это прям бешеную популярность обрело. Но я не понимаю, почему Жига? В нее же даже садиться не хочется. И это нифига не бюджетно. Ты что думаешь, брат? Слушай, ну для меня удивление просто, что это становится какой-то культурой. Да, да, да. Мы с тобой вчера обсуждали, с каких это пор Жига стала. Да, да. Бля, ну у него тут какая-то губа. Но прикольно, что вот она белая, околостоковая, на мелких колесах, на ковше. Слушай, а ты мне дашь на парковке где-нибудь прокатиться? Да. Все. Брат, сегодня мы с тобой прокатимся на Жиге. Серьезно? Да, я договорился. Вот смотри, прикольно, что вот она, ну как будто не спортивная тачка в потоке, она не выглядит. Как будто она там... Гражданка, да, короче? Да, как будто вот гражданка, но не привлекает внимания, и это прикольно, мне кажется. Потому что его никто там не найдет, не поймают, там затюнят, еще там что-то. Ну захотят, поймают, но вот едет Жига. Вот если бы я ее сейчас увидел, я бы даже не подумал, что она какая-то подготовленная. Страшно прокатиться на ней вот первый раз и кайфануть. Ты серьезно так думаешь, да? Да, типа я сяду, прокачусь, и мне бипец как понравится. Вот так не кайф. Не кайф это полюбить, короче. Ну а ты же предполагаешь, что в этом есть какой-то свой, да, и азарт какой-то, и... Да, но не для Ростова, не там, где я живу. Ну там нет снега. Вот у нас был снег три дня, я катался на Алинаной четверке. Она заднеприводная, просто двухлитровая четверка. Она ехала везде, и она ехала очень быстро и боком. И я понял, что Жига это вообще читерство, мне так кажется, без за того, что есть ручник и третья педаль. Выглядит очень просто, ну абсолютно. Нету бешеной скорости. Офигеть. Скорость жизни. Всем привет, с вами Виталик из мира CCD Planet, а это моя М2. Все мы, наверное, играли в GTA в детстве, но стоит показать, что сейчас там намного интереснее, чем раньше. Крутой, простой, братский автодвиж, гонки, трак, дрифт. Много прикольных и интересных фич, которые зацепят даже взрослых. Ну и стоит не забывать, что это GTA, и помимо машин там есть чем заняться. Заходи на CCD, играй с нами. Там руль право-лево газовый. Ну ты же на механике катался. Виталик, как тебе с ростом твоим? Нормально. Как тебе атмосферка, Виталик? Ты его снимешь сейчас, по-моему. Он пытается подвинуть, понял? Ну попробуй залезть. Да я залезу в целом, Паша. Короче. Первая. Первая, вторая. Первая, вторая. Сыбуха. Ручник. Она всегда буксует, типа, ну это заварки, да? Ой, что руль такой тяжелый? Блин, братан, живы, в улице ходят. Пипец, блин. Руки можно накачать, блин. Перекладка плачет. Зачем? Ну, не делай. Вот. Как тебе, братан? Очень классно. Мне кажется, это вообще твоё. Блин, руль тяжелый, капец. Да, братан, ну тут усилитель или нет? Спешно, что мы просто в каком-то ящике едем. Блоком, и нам весело. И мы это снимаем, блин. Да весело, а что? Почему нет? Ну, блин, 500 тысяч, пипец. О, ну опять же, мы просто по парковке крутились. Разогнаться с то с чем-то и выставиться. Ну, короче, дело привычки, мне кажется. Ну да. Ничего, сейчас чуть не прилетело в меня, пока вылазило. Ну да, 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 продавайте алюминий весь, алло. Слышь, шигулей такие. Весь алюминий сливайте. Всё, да, завтра сделка с Гонконгом. Где? Не знаю, но я тебе скинул. Здорово, так? Лучше все. Так, у тебя Жига, брат. У тебя Жига, брат. Это что? Что за мотор? 1,6, инжет. Поехали. Братан, тут пивац кто-то скинул. Подержите, пожалуйста. Что там под рифтусовками? Светка как будто люстра. Рад, это софиты, всё в порядке, ребята подготовились. Поедешь? А что Света, как здесь, врубается? Да я думаю, что можем дверь открыть. А, подожди, ну только на твою реакцию. Ребят, смотри. Так, ну тут тяжелее, да и... Тут газ тяжелее. И руль тяжелее. У нас будет музыка еще. О, ты видел здесь приборы какие-то? Да. Блин, как на них ездят. Это жесть. Блин, Виталий как будто бы вообще постоянно на ней ездит. Что-то я вижу, ты уже профиг. Брат, я как будто в спортзал сходил. У меня забилась правая нога от газа, левое от цепления. От ручейка, короче. Не просто, знаешь, физически. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА История с, типа, вот такой делегатчик, мне очень нравится. Типа кайф, если ты выезжаешь там на озеро куда-нибудь, где охуенный конфиг. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушай, братан, ты как Е-60 продал, ты что, блин? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стабильный пассажир, мол, типа, за руль не... Ром, тебе нравится это? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Понял. Спасибо. Женя, ну тебе как? Слушай, ну, в целом прикольно. Такие букашки по дороге фигачи, такие сумасшедшие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Коршуны, знаешь, такие. Мне понравилось, как они все налетают на эту снегуборщую машину. Как будто они, знаешь, борются за снег, типа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, то, что они проехали, я не хочу сказать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лучше, когда много пил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блин, такой какой-то кайф эстетический, да, испытываешь, когда машина вот без номеров и так монолитно снежок кладется. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Куртка у тебя грамотная, хоккейная, кстати, вот. Федерация хоккея России. А еще приятно, знаешь, когда приходишь, а в машине ухал. Федерация хоккей. Федерация хоккей. Ага, и закрыли, да? А там девочки красивые. Не знакомьтесь. Девчонки, откуда такая тачка у вас? Ничего себе. Подарили. Подарили? Нормально двигаетесь. Пересаживайтесь. Федерация хоккей. Все, спасибо, пацаны, Мэпэдж. Ты когда улетаешь, ты обратно? 12-го. Спасибо. Завтра в Левел приезжай. Брат, ты тоже здесь, что ли? Я не отвлекал тебя, вот этот процесс съемочный шел. Привет. Что, наснимали? Все, брат, вот тебя сейчас фиксирую, не снимаю. Я не катаюсь. Ты просто сел посидеть. Просто сел погреться, да. Гулял по трассе, имею привычку по ночам, по воскресеньям гулять по трассе. Все, молодец, правильно. Сажусь в тачку греять, потом опять дальше гулять. Ладно, ладно. Пацаны, всем пока. Спасибо. Слышишь? Что, это надолго? Что? Остаешься тут. До 12-го. До 12-го? И что будем делать до 12-го? Блядь, ты как маничелла разговариваешь. Это московские, блин, повадки. Что делать будешь, блин? Ничего, завтра в Левел приезжай. На четверке. На чем хочешь приезжай, мы там будем. Сервис. Пока. Остальная защита, прикинь, в стоке. Да раньше мы на Жигах себе покупали защиту днища, здесь у нас перейдет в стоке, причем смотри какая это прям доброжная. Ну да, да, нормальная прям. Прикрик кожух огромный, на карбон пирамиде. Да, у меня такой же и закрытый. А ты, ё-моё, что у тебя тут расплавлено что-то? Да, конечно, мы же подправляли под крылок, чтобы не задевал. А дырку ты открыл вот эту, да? Да, да. У меня закрыто. Что там на найках, пацаны? Ну что, вот он. Не титанов. Просто желез. Ну, это для смертных людей, на титан у нас денег нет. Ну, понятно. Ну, и что изменится, по-твоему? Звук громче будет, все. Мне кажется, то, что... А он легче, чем родной? Да, он полегче будет, точно. Звук за счет чего? За счет того, что нету резонаторов? И второго ряда кат? Второго ряда кат. А что, если порезать родной? Диаметр плавать будет. Это что значит? Ну, у тебя где-то будет труба чуть луже, где-то чуть больше. Ну, в плане итога звук будет тот же? Не думаю. Здесь очень большую роль играет финишная банка, которая сзади находится. Потом, как она сделана? А что это за фирма? Бренд V-Exhaust. Вообще, это как бы бренд, который специализируется в основном на производстве вахлопов. Там, для всяких вот. Авентадоров. 458-х Украины. Ну, для всяких спорткаров. Таких премиальных прям. Премиум-премиум класса. Экзотичных. Да. Плюс ко всему, у американских вахлопов есть большое преимущество, но в европейскими, если ты хочешь громкий звук, ты не упираешься в определенные ограничения по шумности. Все европейские производители, они подгоняют свои вахлопа под максимум децибел, которые разрешены в Европе. С американскими вахлопами такого нет, они как бы... Это американский вахлоп. Ну, да. Все, закрепили. Продолжение следует... Эй, вот эта компания у двойки, конечно, легендарная. Ну, да, это дефузор, конечно, так себе. Дефузор лишний, да. Продел внимание, разборка выглядит как каркан. Кайф дома, чтобы была такая комната для своих машин. Это же просто прекрасно. Чисто свой гараж здесь, а там чисто три комнаты. Спальня, зал и кухня. Клио крутая. Хуракан. ГТР. Топкаровская, панамера, карбоновая. Астон Мартин. Камара восстановленный. Нереально восстановленный. Очень по-современному. Супра. Леворукая, кстати. Куда кучу денег стоит. Ну, ГТР и Галларды. Вот хороший экземпляр. Мечта. Волчок, походу. О, Еврофайтер Глеба. Тут будет мотор от ГТР. Вон он уже там что-то стоит. Часть поддона. А, это все не настоящее. Нет, это тоже все. То есть, чтобы ты понимал, для того, чтобы тебе смакетировать и спроектировать полностью турбокит. На этот Еврофайтер, на котором не по стандарту решили установить ВР. Это, кстати, Еврофайтер нашего товарища Глеба. Да, я уже рассказывал. На котором, я надеюсь, что Денис все-таки поедет в GP в этом году. Ну да, кстати, Денис Кепкин. Да. Вот, они просто дружат. И для того, чтобы, видишь, они правильно смакетировали расположение турбин, они должны обязательно установить все необходимые элементы. Вот это, например, насос системы сухого картера. Это расположение поддона, ну, как так называемое отсутствие. Соответственно, чтобы это все нам не мешало, когда мы это будем ставить, это нужно спроектировать за нее заранее, напечатать на 3D-фринтере. Ну да, это на самом деле бешеный подход. Ну, он таким должен быть, на мой взгляд. Блин, такая красота. В целом, конечно, машина собрана, но прям по очень-то, по-моему. На ней жалко ездить. Вот, те, кто не узнал, это Е92. Это родной цвет кузова, да? Ладно, лобовое пластик или стекло? Стекло, мне кажется. А я пластик, думаю. Мне кажется, стекло. Мне кажется, стекло. Мне кажется, стекло. Пластик. Стекло, брат. Смотри. Это стекло. Это тоже стекло. А это пластик. Это стекло. Давай спросим. Давай. На что спорим? На ужин. Мы спорим сейчас на ужин. На какой ужин, блин? В Макдональдсе? В нашем любимом ресторане. У нас тут вопрос на засыпку. Точнее, спор даже. Я просто знаю то, что по техническому регламенту лобовое стекло обязано быть из стекла. Ну, в смысле, вот лобаж. Это же не пластик, это же стекло. Ну, это просто. Серьезно? Да. Ты знаешь, что он рассверлил? Нет. Ну, как? Он же не пожелается. Ну, как? У него звук. Ну, да, нифига себе. Брат, хорошо. Нормально. По регламенту любое стекло должно быть в пленке. Чтобы... Не рассыпалось. Лопается, но взлетались. Эх, ну ладно, брат. Я тебя прощаю. Это вообще, по-моему, в космос летать. Я даже нет, просто не представляю. Во-первых, как это все можно сделать, настроить, понять вообще, что с этим делать. А, ну вот они. Ну, это трубовая, да. То есть, трубовая лоба. Хочешь посмотреть, насколько здесь прикольный подход по... То есть, облегчено даже настолько то, что оставлю... На карбон-керамические диски, но они более тонкие, видишь, поставлены, без вентиляции. Чтобы они были легкие, маленькие. Офигеть. Гоночный супер просто... То есть, облегчено, по сути, просто все. А, оно на каркасе. Конечно. Офигеть. Просто офигеть. Так же и спереди, посмотри, тормоза. Так же все маленькие, гоночные облегчены. Ну да, маленькие тормоза. Но при этом, это карбон. Вот, кстати, тачка-рекордсмен, насколько я знаю. Вот эта? Да, да. Какие-то рекорды она ставит. Ну что, вот оно. Ради чего, собственно, двойка приехала в Москву. Встань, пожалуйста. Вот такая красота. Это просто топчик. Recaro Poly Position. Мне просто очень всегда хотелось в свою тачку полноценный ковш. А это ковш, в который помещается моя попа. Еще один ковш. Поверь, что есть. Их будет два, короче, да. Ну и, блин, круто, потому что они перешиты. Да, и мы специально заказали ковши велюровые, обычные, самые бюджетные, чтобы перешить их под себя. То есть, алькантара, кожа, строчка, это все как мои родные сиденья. Так даже немного выгоднее просто взять ковши велюровые и перешить так, как тебе хочется. Один кожаный стоит дороже, чем два велюровых, короче. Сейчас я расскажу, кто их перешил. Каждый хитрый пес на районе Пытается обмануть нищего парня с ножом Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ты? Как дела? Все хорошо. Ну рассказывай. Ну, не, все хорошо. Ничего. Мы все сделали. Ну, вроде все. Покажешь? Ну, нормально. Слушай, не сказать, что я мега доволен результатом. Начинается. Здравствуйте. Приятно. Вот, и, короче, ленточку, я бы понял, чуть-чуть ниже. Ниже, да, да. Но просто из-за того, что это отдельно от подушки, короче, делали. Да. Мне кажется, так красивее, чем когда она вышла. Ну, да, да. По нитке, мне кажется, прям попали. Да, да, мне тоже кажется, что прям как родная. Да, да нет, по-моему, нормально. Ты ездил, да, вот на вот этих вот креслах, которые не двигаются. Да, как-то чего. Не, они вперед-назад двигаются. Да, понятно. Это родное, правильно? О, да, родное. Видишь, соответственно, тоже такая же штука делается. Вот у нас строчка идет. Только нужно понимать, что ткань, она тянущаяся. Да, я понял. Вот, она эластичная. Даже меньше, да. Вот, из трех деталей. Это, получается, можно еще обратно пришить его? Ну, надеть, натянуть, наверное, можно. И все, да? Прикол. Короче, вот он изначально был велюровый. И прикол в том, что новые такие я бы не купил. Ну, в плане, что с красной строчкой, с какими-то там своими хотелками. А вот ребята перешили. Причем, ну, цвет алькантара и строчки подбирали по ВИНу тачки твои. То есть, по идее, должно полностью все попадать. Точно такое же, как у меня сиденья. На них уже можно сидеть. Что-то высохло, нет? Да не, нормально. Нормально. Можешь кого-нибудь попросить помочь? Да не, я донесу. Блин, спасибо вам огромное, реально. Вот, ребята, не только клеят машину. Еще и перешивают салон. В мае месяце плюс-минус мы начали, запустили это все. Самый весомый проект был Илюхин волчок. Да-да-да, вот я тоже полностью новый салон сделали на волчке, поэтому если что-то нужно перешить. А рули вы перешиваете? Рули это как, ну, типа... Вообще, да, обычка. Ну, стандартно. Ну, да-да. Мне кажется, рули это самое популярное. Ребята подобрали мне даже кожу по вину. Я скинул вина от М2, они увидели материал салона и сделали ковши из того же материала, что мои седухи. Глянь, а крутые тапки. Тесты модные, блин. Блин, он легкий, я его одной рукой могу держать. Блин, Костя красавчик. Мы еще ковш не царапали. Да-да, прикольно. То есть, по сути, ковш, а на нем чехол. Кожаный. Кожаный, да. Насколько я понял, есть Recaro Polyposition FIA, типа более кольцевые, он более узкий. А есть Polyposition какой-то другой. Вот это какой-то другой. Он, типа, более гражданский, он, типа, и для трека, и для города. Но самое главное, что я теперь буду глубже сидеть, потому что в М2 почему-то очень странная посадка. Хочется вот еще ниже сесть. Вот те, у кого М2, меня поймут. Напомню, что рост у Виталика 198. Да не, ну кайф же. Recaro. Да. Вот этот топчик. Я даже представляю, точнее, знаю, где ты это подглядел. Ну, это, короче, эти ковши в оригинале стоят на М4 ГТС. И там вот такой триколорчик. А, ну еще, короче, в оригинале на кожаных Recaro вообще нет надписи Recaro. И был выбор, типа, вышить или сделать вот такую вот сечение, как стеснение. Ну, ребята нам сделали стеснение. Вот, да. Мне кажется, так прикольней. Да, очень круто. Так, чувак, как тебе насадки? Слушай, насадки классные. То, что надо, да? Да, то, что нужно. Я вообще люблю большие насадки, но не на всех тачках, а вот на этой прям... У тебя, кстати, они тоже, как у меня, вот так стоят. Ну, такие насадочки. И обратите внимание, прикольно то, что плетение, хоть здесь матовое, здесь глянцевое, плетение совпадает. Совпадает. Да. Как тебе выхлоп? Бомба. Вообще, да? Класс. Да. Видишь, какая проблема здесь получается? Красивые пайпы. Выходит в красивый выхлоп, но между ними... Почему тюнинг и вот чей вот это выхлоп, почему они это не сделали? Слушай, никакие фирмы этого не делают, это я уже изучал довольно-таки давно, и я, в принципе, понимал то, что мы с этим столкнемся. Поэтому у нас единственный вариант это взять и сварить по месту такой же красивый вот такой вот пайп. Подожди, она одна, да? Да, она одна. А тут вот пайпа сразу? Да. Ага, все. Все, короче, вот раньше, ну вот-вот-вот. Раньше вот тут уже... Раньше выхлоп двойной шел прямо здесь. Да, а тут добавили вот эту вот какую-то вот... Они ее добавили не просто так, они ее добавили, потому что они на этом поколении решили сделать выхлоп равнодлинный. Это что значит? Ну, я на S55 довольно-таки рваный звук был всегда, это было из-за того, что у тебя неравнодлинная длина была, ну, неравнодлинная длина была. Да, брат, все равно звук такой же будет. В общем, вот эту штуку, вот эту штуку мы будем делать кастом, здесь же в левеле. А в ней вообще что-то есть? Она типа как катализатор, как резонатор? Нет, это просто прямая труба. А, и будет просто кастомная прямая труба? Все верно, да. Понял. Ну, знаешь, далека как будто Акроповичка. Насадки, надписи, белая, красная надпись. Очень похоже. Что, брат, нормально все проверил? Ну, вот это теплое, вот это холодное. Ну, все правильно, да, да, да. Вообще беззвучно открывается, но очень тихо. Нету прям как бы, ну, стандартного звука. Слушай, ну, прикольно он звучит. Ну, пока непонятно. Ты не записывал, да? Записывал. Записывал на камеру, ты просто параллельно на телефоне. Да. Можешь, да? Ну, да, сложно что ли? Стоишь, держишь и все. Алло. Ну, я тебя услышал, что ты приехал, брат. Ну, нельзя танец звучит, Даня. Ну, тоже, ну, не птичь, Даня. Маль, куртав. Я Уся, ты слышал, ты и дай. Сейчас я подойду к тебе. Ну, вместо чески горбов. Чисто суета, бри. Брат, это поп-корн. Возьми колу и будем смотреть. Ухай, козлов. Здорово. Здорово, брату. Как ты? Это супер. Ты как? Я немного рост взял, брат. Как тебе? Нормально. Как ты? Сделай так, чтобы я высоким казался. Вот сейчас его весь кадр. Все, брат, я тебе высокий. Как ты, брат? Нормально, нормально. Чисто, дайте обнимусь. Сто лет не увидели. Это получается 2 литра. Это тоже, брат. Это с вами, да? Надо помыть ее, брат. Ну, давай. Она грязная. Пожару нет. Честно. Здорово, здорово. Это таксист тоже с нами, брат. Я понял. Тоже помыть, брат. Проешь, там. Мы заезжают. Привет, Виталик. Очень приятно. Ого, сын! Ты тут с армией. Сын, брат. Нормально все у тебя? Все, хорошо, да? Ты че хлопаешь? Слышишь, у него борода, как у тебя, кстати, растет. Он побрился. А че ты бришь? Прикинь? Че ты бришь? А я говорил, блин. Брат, не надо. Ты тоже бородатый. Привет, Виталик. У меня так не растет. А с кем думаешь? Здорово. Очень приятно. Соломон? Ты, как, царь, братан? А у тебя кольцо есть? Это все пройдет и это пройдет. А почему нету? Ты же Соломон. Пока нету. Вызывай ОМОН. Че, Соломон. Так, я поэтому попрошу, чтобы открыли гелик. Вот бывает, вы же кушаете на Новый год свинину такую огромную. Иногда мы кушаем, да. Смотришь, так звучит. А, блин, First Edition самая, наверное, красивая все-таки. Я бы хотел First Edition. Ну, вот такую. Вообще, уже М5-й надоедет, брат, заходи с чемоданом. Пока двойка стоит в левеле, ребята мне делают чехол. И сейчас приехали на примерку. А это уже, типа, готовы или вы просто... Понял. Все, все, понял. Помочь как-то, нет? Можно прятать тачку. Верочки, смотри, это зеркала. Они уже отдельно потом будут зеркала сшивать. Они же ко мне приезжали на 1,4 этажа. Да, 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 красный мерили, да. Ну, короче, они у меня спрашивали, типа, какой цвет, да, все. Я говорю, надо просто черный и где-нибудь аккуратно логотип на память. И все. Козлов мой есть. Ну, да. Ну, не так, что, знаешь, на весь чехол. Слушай, брат, а когда М2? Мне до сих пор пишут, на самом деле. Да, когда М2? Такое, это жесть вообще. Ну, как? А, тут это, я могу его выкрутить. Да, в принципе, он сейчас мешает. Ты что? Да. Это Марвел. Марвел? Зачем Марвел? Да? Можем добавить? В смысле? Что я спрашивала, кто-то этим мальчиком сделает? Да не, я пошутил же. Что, Марвел? Кстати, да. Сейчас спрошу. То есть, внутрянка специально, чтобы не царапать, да, ничего? Ну, круто. Круто. Это, кстати, наглядно нравится. Да. В изоляции. Это уже в изоляции, да. И, соответственно, вот он родной пайп, который сплющенный. Так и зачем ты его убрал? Зачем я его убрал? Потому что мне не нравится то, что он сплющенный. В принципе, мне не нравится наличие скотлых каких-то труб. Ну, то есть, по функционалу они не отличаются. Ну, я надеюсь, все-таки, то, что отличаются, потому что... А по весу отличаются? Конечно, отличаются. Ну, знаешь, там стенки какие-нибудь, но все-таки он что-то, какой-то дополнительный резонанс убирает. Посмотрим? Готов? Мы заводим. Давай. Двенчу. Так вам подойдет. Давай. 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 Я не знаю, что... Двенчуя, что... Шесть. Двенчуя. Сильно. Мне не нравится. Вот так, всё, кто отрядный, шестёрки. Ничего, я и не ждал. Нет, и всё, сух. Сейчас ей надо чуть поработать, потом она начинает. Бас, она на стоковом софте? Сейчас, да. Сейчас же Б4 выключена, я могу включить. Включи, отстрелы появятся. Отстрелы я не могу. Отстрелы и так сейчас появятся. Сейчас она чуть прогреется, она включит отстрел. На стоковом появятся? Да. Сейчас услышишь. На стоковом софте? Да, да, да. За что? У тебя что, там, Валадин выйдет в Филане загадает? Сейчас увидишь. Вот не включай, вот погазуй ещё. Ты был прав. В помещении... Запах? Слышь, чё, зачем ты заглушил сразу? Можешь поделить... А ты боишься то, что там закоксуется масло? То я? Ну, не знаю. А турбина? Да нет. Она на гарантии, не переживает. Это сотый лукоил, Паш. Это сотый лукоил. Видишь, брат, мне никогда моя чуйка не попозит. Да. Без вопроса, эти диски, оригинал не обойдётся, понимаешь? Да, эшерье оригинальный. Оригинальный. В итоге это оригинал? Я думаю... Или это китайский оригинал? Я надеюсь, это оригинал. Парше, детка. Эшерье оригинал. Мы проще, мы дянем ковши. Это уже было, блин. Ну, это звучит круто. Ну, ладно. А от диски, эшерье оригинал не было. Было. Ну, спасибо. Пожалуйста. На лыжника профессионального. Блин, рулевая тяга, пойдём. Ну что, вот он наш замечательный набор. Собрался. Сейчас Юра расскажет, что вообще нужно, помимо ковшей, в тачку, чтобы это всё красиво стояло и всё было по фэншую. Чтобы трековую тачку сделать ещё более трековую. Да, да, да. А, короче, собрали, получается, полноценный кит для того, чтобы внедрить кресла эти без какого-либо колхоза. То есть, чтобы не пилить ни кузов, никакие салазки, не адаптировать, ничего. Ну, короче, получается, есть комплект креплений именно к полу под родные отверстия, как крепятся в штатные седухи, для того, чтобы ничего не корчевать. Машнель достаточно долго они производят эти компоненты. И, ну, то есть, продавали их ещё на Е-кузова и прочее. То есть, история рабочая. Остаётся в штатные места, всегда можно снять ковши и поставить родные кресла. Да, вот это круто. Чтобы добавить чуть комфорта и, наверное, в первую очередь пассажиру, чтобы был доступ назад, ставим Рикара-салазки. Они крепятся как раз. Это рельсы, чтобы сидения вперёд-назад ездили. И следом на них уже заказали как раз тоже оригинальные салазки Рикара под эти же кресла. И вот как раз с Виталиком только вчера обсуждали момент, то, что существуют универсальные салазки, у которых вот эти уши одинаковые размеры. И зачастую, когда приходится сильно опускать ковш, приходится дорабатывать именно вот это ухо. Да, подрезать. Но так как Виталик, парень, рослый, и 200% нужно будет опускать их вниз, здесь как раз-таки вот это ухо чуть меньше, и можно обратить внимание на вот этот вот момент для, ну, опять же, безопасности, чтобы не зацарапать кресло как раз вот в этом положении. Сейчас всё проверим, внедрим, посмотрим, отрегулируем ковши, и я думаю, можно будет уже... А, ещё давай расскажем про то, что мы не стали с родных сидений снимать эти ушки, или как они называются, под ремней. Это от чего, кстати, ушки? От ГТР? По-моему, да, от ГТРных кресел. Нифига себе, как бы, блин, быстрее поедем. Короче, получается то, что на родном кресле это ухо идёт с пирпатроном, и для того, чтобы, опять же, обезопасить всю эту историю, плюс возможность, чтобы можно было оставить возможность всегда вернуть родные кресла, поменяем вот эту штуку, сделаем просто переходную плосину и прикрепим её как раз, шабанное жёстко, было установлено, да, на салатке. Хотел обратить на них внимание, всегда вместе с оригинальным крепежом идут болты, соответственно, для крепления к кузову и непосредственно самих адаптеров. Кресло, да, потому что они имеют определённый индекс нагрузки, условно, это не мебельная какая-то фурнитура. Короче, всё по гоночным франону. Да, 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 то есть всё, короче, так, как задумано. Ну, круто. Вот, так в целом всё, я думаю, всё это дело обойдётся без проблем, и нам нужно будет решить потом вопрос ещё с электрикой. С кодировкой, в смысле? С кодировкой, да. Оно, по-моему, если мне не изменяет память, отшивается всё программно, в крайнем случае. Если что, электриков попросим сделать, то есть там какое-то сопротивление на, что там у нас получается, подушки и присутствие пассажира, но это уже сделайте. Ещё, я думаю, там память, не память. Да. Всё как по стоку. Да. Кайф, кайф. Ну что, поехали. Процессы. Да. Ставь, ставь. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Короче говоря, выхлоп и вся эта система, которую мы там переварили, ничего не дала. Вообще на стоке ничего она не дает. Это на колесе. Это на колесе, но проблема в том, что мы упираемся конкретно в настройку, потому что противодавления на выхлоп отсутствует, и машина с закрытием дроссера регулирует избыточный буст. То есть она не дает надуть больше. Да, она на всю не едет. Мы сейчас карту включим вторую и посмотрим, сколько она надует. Да, в общем она как-то программно не то, что ошибку ловит, но какое-то ограничение включает. Ограничение ставит, да. Сейчас мы включим жабу. Для тех, кто не в курсе, что такое жаба. Это дополнительный мозг в машину, который, ну типа работает как прошивка, только ты сам можешь выставлять буст, выбирать карту под разное топливо, там под метанол. Делать кастомную карту самостоятельно. Да, ты можешь сам настроить машину, как хочешь. Ну в общем прошивка, это ты просто зашил один раз и все. Короче, ЖБ-4 загуглите, наверное, там что-то поинтереснее вам расскажут. Я потому что так примерно понимаю, как это работает, но до конца как это объяснить. Середя, расскажи ты. Что, она так как Ханда-то на хонке. Что? Ханда? Ханда-то. Это болезнь какая-то? Нет, это мозги. Какие мозги? Понял. Мощность мотора, как заявлено в паспорте, в стоке здесь 510. Сейчас у нас на колесе, как я уже сказал, 504, соответственно, можно смело прибавлять 50-60, да? Ну да, где-то 560 сил. Получается, где-то 560 сил в машине, на пайпах, на выхлопе. А сейчас ты включишь... Сейчас мы подкрутим вторую карту, добавим немножко густа и посмотрим, как машина себя ведет. Во-первых, будет ли она раньше раздуваться, а во-вторых, посмотрим, как отразится это все на силах и на моментах. Вот. И это финальный замер. Тебе не холодно здесь? Ну так. Я подождал, когда чуть выветрится. Ну что, 621 колесных. 621 колесных, это на топовой программе и 843 момента. Ну да. Ну, получается, где-то 700. Где-то 700 моторных сил. Жестко, блин. Это сток турбо. И это еще не предел, когда это, ну, когда будет лето, мы эту программу еще отстроим. И будет поэластичнее, помощнее. Жестко, блин. Соответственно, вот он сток. Вот залитая вторая карта, которая на ЖБ-4. А это уже кастом карта, которую мы настраивали на дороге. Блин, красивое, конечно, здание. С таким светом приятно. Кайф. Ну что, все готово, блин. Принимайте красоту. Мечта Виталика. Блин. Инструкция по эксплуатации. Короче, ремень мы прокинули вот здесь, чтобы было удобно. Вот эти штучки от GTR поставили. Они немного короткие, не очень удобно пристегиваться. Но я думаю, что я чуть позже их заменю на какие-нибудь BMW-шные с разборки. Вся проводка, которая идет на сиденье, там спрятана. Но ее в целом особо нет. Там просто фишки. И все закодировано, ошибки не горят. Классно. Ну что скажешь? Рассказывай. Победа. Как тебе? Победили. Красиво тебе? Кайф. Да. Просто практически как по заводу щенок. Да, кайфы. Кайфы. Реально, такой щенок вот прям по заводу. Как будто родные, да? Могокоп. Аккуратно. Могокоп. Все, сел. Места хватает? Даже салазки есть. О, победа. Я не знаю, кто-то сядет назад? Мне кажется, нет. Ты хочешь, чтобы я попробовал? Нет. Теперь попа сидит. Обалдишь? Да? Потому что там было неудобно. Вообще, крайне. Огромное спасибо, хочу сказать, Level Performance за возможность поснимать зимний сервисный контент, замерить тачку, показать, как это все устроено. Также хочу сказать большое спасибо Level Parts за то, что подогнали и очень быстро прислали ковши моей мечты со всеми дополнительными частями. Всех обнял. Увидимся в восемь сессии. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok